Здравствуйте, телезрители! Сегодня мы начинаем новую передачу под названием «Удачный ракурс». Вести буду ее я. Зовут меня Андрей Наумов. Я любитель фотограф и рассказывать буду в этой передаче тоже для любителей, таких же, как я. Первую свою передачу я хотел бы начать с истории фотографии, с появления фотоаппаратов и рассказать пару слов о прадедушках фотоаппаратов так таковых. Значит, фотография появилась в начале 19 века и прадедушкой фотоаппарата, в общем, была обычная коробка, черная коробка с дыркой с одной стороны. Называлась это камера-обскура. Следующим, так скажем, экспонатом, это вот, скажем, были усовершенствованные такие вот камеры деревянные. У них появился уже объектив, у них уже были меха, на них уже фотографировали в 20 веке и вплоть такие камеры стояли до 80-х годов в студиях, где фотографировали на паспорт, фотографировали семейные фотографии. И, наверное, у своих бабушек и дедушек в альбомах вы можете увидеть эти фотографии, где ваши молодые бабушки и дедушки стоят в студии. Это всегда было таким большим событием, все одевались, наряжались, потому что каждая фотография делалась там раз, дай бог, в год. Потом стало, скажем, это более доступное увлечение, стали появляться фотоаппараты, такие как Зорки у нас в Советском Союзе, Зорки, ФЭД, Зенит, Смены и так далее. Про них я мог бы рассказать отдельно и, скорее всего, расскажу, но подведу просто итог такой, что все фотоаппараты, вне зависимости от цены и так далее, конструкции все равно имеют три основные вещи. Они имеют объектив, они имеют какой-нибудь светочувствительный материал, пленка или матрица, и они имеют органы управления. Телефон, сейчас все снимают на телефоны, очень большое количество людей, они тоже имеют объектив, имеют органы управления, в данный момент сенсорные, ну и матрица там тоже внутри. В этой части передачи я хотел бы еще рассказать, на какие типы делятся фотоаппараты. Фотоаппараты в своем большинстве делятся на зеркальные и незеркальные. Зеркальные фотоаппараты, всем нам известный, Зенит, он был наверняка у большинства семей, фотографировали либо сами, либо ваши родители. Сейчас, так скажем, пленочная фотография, у пленочной фотографии начинается вторая жизнь, хипстеры, ломография и так далее. Магазины комиссионки снова теперь заполнены молодыми людьми, которые там выбирают пленки, проявители, фиксажи и так далее. То есть все, что было забыто с появлением цифровых фотоаппаратов, снова начало появляться. Фотография вообще раньше была очень недоступной, раньше фотографией занимались исключительно вообще химики в 19 веке. Жили очень мало, так как проявлялось все это ртутью, дышали ртутью и, в общем-то, умирали к 30 годам. Фотоаппараты могли быть вот такие вот большие, непонятные, со всякими мехами, красивые, блестящие и, в общем-то, очень дорогие. А у всех школьников, ну, во всяком случае, у моих ровесников, в детстве был вот такой фотоаппарат. Я, кстати, про этот фотоаппарат обязательно сейчас скажу. Фотоаппарат занесен в Книгу рекордов Гиннесса, так как самый выпускаемый фотоаппарат в мире. Выпущено вот этих вот фотоаппаратов, если не ошибаюсь, больше трех миллионов. И 30 лет он не менялся конструктивно. То есть, как начали выпускать в конце 70-х годов, так, в общем-то, и закончили в 90-х, ничего не меняя. Несмотря на всю простоту этого фотоаппаратика, в этой простоте, в фотоаппарате Смена 8, заключается ее и особенность, и ее сила. Сейчас, в эру цифровых фотоаппаратов, электронных, они все зависят от электричества. Электричество у нас имеет свойство кончаться, аккумуляторы разряжаться, и, в общем, в тех условиях, в походах или там в сложных экспедициях, экспедиция может остаться просто без фотоаппарата. Поэтому экспедиции полярников, что до сих пор это существует, такая традиция, они обязательно, обязательно берут с собой пару катушек пленки и Смена 8. По каким причинам? Почему не более сложные, дорогие фотоаппараты, такие как Зенит или Фэд? Потому что у них есть центральный затвор, в котором отсутствует так таковая смазка. Если на морозе минус 30, шторки в таких вот аппаратах просто-напросто дубеют и трескаются, ломаются и просто замерзают и постают работать, то в Смена 8 работает все до минус 50, пока пластик просто от мороза не становится хрупким и начинает рассыпаться в руках. Но при этом он продолжает фотографировать. В начале 2000-х годов эра пленочных фотоаппаратов начала подходить к концу. И Зениты, Фэды, Смены стали не нужны никому, стали пылиться на полках, на андресолях. В продаже стали появляться фотоаппараты зеркальные, беззеркальные, но цифровые. Бесконечные споры между любителями классической пленочной фотографии и теми, кто фотографирует на цифровые фотоаппараты, ведутся уже много-много лет. Если посмотреть на все широко, то мы вспомним, что все пленочные фотографии мы в итоге печатали. Печатали дома в ванной на фотоувеличителях, либо в лабораториях, но в итоге мы получали материальный объект, фотографию, которую мы могли взять в руки, посмотреть, пощупать и так далее. Цифровые фотографии в 99% мы оставляем на жестких дисках своих компьютеров. Когда ты смотришь фотографию на бумаге, ты видишь изображение в отраженном солнечном свете. Когда ты смотришь на фотографии на мониторе, мы смотрим просто светящийся объект, пиксели монитора, которые подсвечивают изображение. Поэтому она и называется цифровая фотография в полном смысле слова, сфотографированная на матрицу, просмотренная на матрице. Но если мы ее напечатаем на качественной фотобумаге, качественном фотопринтере или в лаборатории, мы получим, в общем-то, тоже материальный объект, красивую настоящую фотографию. И я призываю всех фотографов не оставлять в таком вот полусыром виде. Пусть она у вас даже обработана, красивая и так далее. Она удобна в таком виде для отправки куда-нибудь, для сайта, но никак не для фотоальбома. В фотоальбоме она должна быть бумажной, на настоящей бумаге хорошей. И лучше, если это будет формат все-таки не 10 на 15, а все-таки хотя бы в формате 15 на 20 или А4. Я хотел бы подвести небольшую черту под всем тем, что я сказал. Сегодня в интернет вливается безумное количество фотографий. Такое безумное, что даже страшно представить. В один только инстаграм в день вливается 55 миллионов фотографий. Будьте внимательны к тому, что вы фотографируете и выбирайте удачный ракурс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин